От тьмы к свету. Кассета первая. Просветители. Вы, батюшка, чужой здесь человек. Чистая у вас душа, нам это со стороны виднее. Много вы знаете из книг, а мы ищем Бога и способов чтить его и служить ему своим слабым умом. И упражняясь в смирении. Хотим быть ангелами земными, а сами кто? Похожи ли мы на ангелов? Не представляем ли мы собой скорее духов тьмы? Молчаливые, мрачные, не смея смотреть по сторонам, в черных одеяниях, сосредоточенные в себе, созерцающие только свою душу. А что там в ней? Большей частью так же черно, как и одеяние наше. Схимник тяжело вздохнул и, немного помолчав, опять собираясь, очевидно, с мыслями. Смотришь в прошедшую жизнь свою, а душа твоя вся исписана студными делами. Продолжал он, наклонив голову, блуд, гордость, хула, пьянство, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, лихаимство, хищение, оклеветание. Всякое чувство и всякий член телесный — все осквернено. Ведь целую относим в себе. И это каждый день, всю жизнь. Возбужденный Схимник поднялся во весь свой рост. Глаза его светились каким-то таинственным огнем. Будто насквозь силились они пронизать душу отца Андрея, когда Схимник повернулся к нему лицом. Это уже была не живая картина. Это была сама жизнь, взбудоражившая пучину прошедшего. Точно кто большой камень бросил в стоячую воду, и со дна стали всплывать грязные пузыри. И отец Андрей чувствовал, что этот камень для Схимника он, сам отец Андрей. В этом сердце все давно затихло, тыкал Схимник костлявым пальцем себе в грудь. Думал, все прошло, все смылось. Но ваше вдохновенное поучение, ваше пламенное служение опять развернули картины прошедшего. И думается, не у меня одного. Из военных я, снова сев на табурет, опять тихим голосом заговорил Схимник. Занимал хорошую должность, имел высокий чин и получал большое жалование. Родных было много, и все бедняки. Просили постоянно помощь, и это было для меня крайне неприятно. Так и считают твои деньги, и смотрят, чтобы не прозевать, выпросить как можно больше. А дашь, придут домой, тебя же ругают. Скуб, говорят, мало дал. Была у меня сестра, параличем тронутая, вдова с двумя детками. Придет, бывало, и каждый день рассердит. Начнет корить, что деньги на всякие скверны, на пустые дела трачу. А им мало даю. Уверяет, что так только разбойники, да вообще бессовестные люди могут поступать. Пришла эта раз. Пилила, пилила, да и выкрикнула. Бог тебя накажет, не будет тебе спасения. Не стерпел, накричал на нее и в долгу не остался. А тебя Бог уже наказал, едва ноги волочишь. Это ее сразило. Повалилась на пол и тут же умерла. Схим не катер рукой, набежавшим на глаза слезу. Много грехов всяких, а тут еще и убийца и сестры сделался. Медленно продолжал он рассказ. Не вынес угрызений совести, устроил дела и ушел в монастырь. Схиму здесь принял. Молюсь, вот уже двадцать лет. В истукан, окажется, превратился. Думаю, что уже настоящий монахом стал, умер для мира. А как стали вы служить, вижу, жизнь внесли в богослужение, а не программу исполняете. Проповеди стали говорить. Я впервые услышал, что Царство Божие и Царство Света, а не тьмы. Царство Радости, а не печали. Что в Царстве Божьем Дух и жизнь. И все спокойствие мое пропало, махнул рукой схимник. Мир душевный, или вернее забытье, как дым рассеялись. Вижу, что радости нет. Есть одно пустое равнодушие. Вы молоды, батюшка, но благодатны. Научите, как мне быть, чтобы стать сыном Царствия Божия, не то по виду только-то, а на самом деле. Ведь тяжело всю жизнь лишь скверну душевную иметь перед своими очами и о ней только воздыхать. Смутился отец Андрей. Что он скажет в утешение этой изболевшей душе? Чему может научить этого сурового подвижника, для которого весь мир ничто, который не один десяток лет смотрит только на небо? Простите, отец, что я малоопытен, начал отец Андрей. Вы открыли мне свою душу и просите врачевания. Темно там и тяжело. Хотелось бы отдохнуть. Хочется света и радости. Мне ли малоопытному вас утешать, продолжал отец Андрей, что я могу? А вас утешит сам Господь. Он один раз сказал, если не будете как дети, не можете войти в Царство Небесное. Вот вам и отгадка, как попасть в Царство Божие, в Царство Света и Радости. Надо быть как дети. Вы всю жизнь только и делаете, что вспоминаете все мрачное из своей прошедшей жизни. А дети живут не так. Мало ли чего в их жизни-то встречается дурного. Но они прибегают к родителям, со слезами расскажут, что случилось, попросят прощения, и обласканные родителями, и радостные убегут, никогда не вспоминая поступка, о котором только что со слезами сообщили. А от чего? Да просто от того, что прощены и обласканы. Так и мы. Знаем и веруем, что Христос навеки вечны искупил нас, отклятывая законные, честную, своею кровью. И в грехах наших, нечистые, оскверненные, со слезами припадаем к спасительству и покаянии, и прощенные и обласканные им, как дети родителями, радостно отходим на дела свои, благодарящие Бога. От того-то и светло и радостно в Царстве Христом, что всякий мрак греховный спадет, как шелуха, только лишь как дитя припади ко Христу с раскаянием. В святых таинствах прощен, очищен, и устремляй за всяким делом взор свой к Богу, простившему и очистившему тебя, и сердце твое исполнится к Нему пламенной любовью, и не пойдут тебе на ум прежние грехи. Вспоминай только Христа и Его земную жизнь, и Он каждую минуту войдет в твою душу, и обитель себе сотворит в ней. Итак, постоянно вспоминай Христа и радость в сердце твоем, честные очи. Аминь. Со слезами повалился схемник в ноги к отцу Андрея, целуя его руки, едва выговорил, помолись за бедного схемонаха Иова. Силен ты! Свалилась тяжесть с души моей! Преосвященный Иеремия пожилой красивый блондин с окладистой широкой бородой и вьющимися волосами занимается в своем кабинете богато обставленным. Его красивая голова низко склонилась над большим письменным столом. Владыка занят просмотром корреспонденции и уже успел прочитать целую груду бумаг, которую он откладывал в сторону со своими пометками. — Не дают мне покоя с этим завылоном, да и только, — заговорил сам с собой владыка, откидываясь на спинку кресла, — третье анонимное письмо. В монастыре сидит, и там уже какую-то агитацию завел. Народ по праздникам валом валит в монастырь, чтобы послушать нового проповедника. А жена его дома продолжает просвещение народа. По праздникам за отсутствие мужа сама в школе ведет чтение, хотя настоятель ей это и возбраняет. Владыка нервно забарабанил пальцами по столу. — Конечно, возбранил ее и напрасно, пусть считает. Дело это не худое. Только надо следить, чтобы чего-нибудь недозволительного не читалось. Ох уж эти мне просветительницы! Владыка встал, с шумом отодвинув кресло, и начал нервно ходить по кабинету, неслышно ступая по дорогому ковру. — Благочинный что-то намекал, — думал он. — Прогрессивный, — говорит батюшке и матушка. — Лет пяток пройдет, — говорит, — и прихода не узнаешь. Настоятель будто большим уважением пользовался в приходе, а два года прошло, и молодой священник женой все перевернули. А ведь не бывает дыму без огня. — Эх-эх-эх, и времена же настали, — нервно рассмеялся Владыка. — Везде просвещение требует, а тут вот священник просвещает народ, и за просвещение в монастырь для остраски посажен. — Общение имущество будто проповедует. Значит, коммунисты? Теперь горячий вопрос о деканисах, а тут жены священников кройки и шитья учат, и ведут чтение, и в два года все в приходе перевертывают. — Вот заведи-ка в приходе хоть парочку таких деканис, — почему-то опять рассмеялся Владыка. — А надо бы про этого Заволонова повернее узнать, — решил он снова садясь к столу. Молодой, помню, хороший. Сразу по окончании курса в священники пошел. Ныне немного таких-то, все смотрят в сторону. Пожить на свободе хочется. В учителях или в псаломщиках несколько лет потреплются, а там с дряблой душой являются пасти стада. — Не зависть ли действует тут в этих письмах, — складывая бумаги, догадался Владыка. — Старики недолюбливают молодых, когда те начинают много хорошего делать. И благочинный тоже. Кто его знает? Определенную ничего не говорит, а все только загадками. — Нет, надо хорошенько в это дело вникнуть. Еще раз решил Владыка и вынул из кармана большие золотые часы. Был уже одиннадцать. Сейчас должен начаться прием посетителей. — Вице-губернатор, ваше преосвященство, приоткрыв осторожно дверь, доложил келейник. — Проси, — сказал Владыка, и, посмотревшись в зеркало, поправил на груди по ногею, а затем, взяв со стола клобук и, надев его, вышел в гостиную. — Давненько не видались ваше превосходительство, — радушно приветствовал он посетителя. — Милости прошу. И указав на кресло, сел и сам. — Что новенького интересного слышно? — А мы так сидим все с бумажками и с делами, и в лучшем-то случай думаем, все ли правда пишется в разных рапортах и донесениях. — Поневоле все к нам рассмотрели, консистория. А там вологи-то всевозможное дознание. А каковы опять эти свои дознания? — Так-так, — потирая руки под дакну посетитель. — Но у вас дело живое? — задал вопрос Владыка. — Да всяко бывает, Владыка, и у нас. — Не завидуйте. — Тоже в Чернильном море чуть не утопаем. — Но как у нас, так у вас в жизни есть много и хорошего. Третьего дня я возвратился из поездки в Анский уезд. Выборы земские, знаете ли. И, между прочим, сообщу вам приятную новость. Захотелось мне побывать во Варнавиной пустыне. Приехал, звонит к обедни. День будничный. Думаю, зайду, постою немного. Вижу много народу. Служит молодой монах. Хорошо служит. С самого первого возгласа так и захватил всю душу. Ведь нечего греха таить. Служит у нас везде очень уж шаблонно и однотонно. А тут сама жизнь так и брыжет. Ничего деланного у него, ничего книжнего. Служащий весь охвачен тем, что совершает. Я даже совершенно не заметил, как обедня кончилась. Вышел после обедни. Проповедь говорит. Вице-губернатор даже пристал и развел руками. Господи, что это за человек. Весь пился в небо и словно оттуда обратил взор к народу. Глаза горят огнем любви. Вот точно все эти монахи в потертых мантиях-то, старухи, бабы с ребятишками и мужики с злохмаченными бородами-то. Самые дорогие для него существа. Плотным кольцом притиснулись к самому аналовито и с открытыми ртами ловят каждое слово. Кончилось слово. И с каким-то радостным взором поднял он руку и точно в самую глубь души заглянув ласково произнес. Благословение Господне на вас. Я маловерующий человек, вышел из церкви таким, будто счастливее меня никого на свете не существовало. А что он говорил по любопытству владыка, не помните ли? Как же встрепенулся вице-губернатор. Он говорил, что Бог всякого человека поставил на свое место. И только на этом месте всякий счастлив, потому что легко исполняет свое назначение. Вот ты, пахарь, говорил он, трудишься на земле, всякую работу ведешь в свое время. Все у тебя в хозяйстве, ладно. И ты счастлив. Счастлив ты в своей неказистой избушке среди земледельческих орудий. Счастлив тем, что твоя лошадка бодро идет на полосе, и ты за ней. А посади тебя в богатые палаты, одень в дорогие одежды, и ты затоскуешь. Пустишься на всякие удовольствия и ничем не будешь доволен. И все бы слушал, слушал, без конца воодушевился вице-губернатор. Он прямо играл на струнах сердца. То тихо коснется какой струны, словно чуть-чуть заденет ее. То во всю силу ударит другую струну, точно для того, чтобы дать разрядиться глубокому сильному чувству. И что бы вы думали, владыка, неожиданно прибавил вице-губернатор. Это оказался молодой священник из соседнего села, отбывающего в монастыре наказание за какое-то преступление. Позвольте вам доложить, владыка, закончил вице-губернатор. Ангела вы держите в узах. Этот, по моему глубокому убеждению, не мог совершить никакого преступления. — Да ведь за что-нибудь неладное сидит он в монастыре, — смущений сказал преосвященный. — Не для поучения же монахов посылается с прихода в монастыри священники. Что-нибудь, да и есть и за этим. — Не знаю, владыка. — Я не расспрашивал, — ответил прощаясь вице-губернатор. — А поведение ангела, откуда и зачем пожаловал, в известное место не расспрашивают. Вице-губернатор откланялся, а владыка, оставшись один, в сильном волнении, начал расхаживать по комнате. — Это отец Андрей Завулонов, — думал владыка. — Значит, он хороший. Не неродит о своем даровании. Ведь просто чудеса рассказывает про него вице-губернатор. А что, если он несправедливо несет наказание, вдруг пришло владыке в голову, и его объял какой-то трепет? — Ведь с меня за это взыщется. И владыка, обратясь лицом к передний угол и к иконе спасителя, осенил себя крестным знаменем. — Господи, не попустись его греха, — прошептал он. И вспомнилась о владыке его собственная прошедшая жизнь. Правда, он начал службу учителем семинария, но и там сколько перенес недоброжелательства и несправедливых оговоров. Тоже и про него говорили, что молодой учитель всех семинаристов перепортит, какие-то беседы с ними ведет, книги читает, чуть ли не дружбу с ними водит, понебратничает. — И доставалось же, — улыбнулся владыка, — раз по доносу инспектора призвал пресс-священный. В семинарии, говорит, нельзя так себя вести, страх Божий потеряют семинаристы. Начальство уважать перестанут. — А видит Бог, какие благие намерения у меня тогда были. Я дал семинаристам толчок к самообразованию. Кто знает, может, и этого молодого священника не взлюбили старики. Было до него спокойно, а тут вдруг деятельность начал. Будет спящий, будет стал. А им-то самим не под силу за ним гнаться? — Может быть, может быть, — несколько раз задумчиво произнес владыка и нажал кнопку электрического звонка. — Позови Пахомия, — коротко приказал он явившемуся Келейнику. Пахомий был послушник при архиерейском доме из крестьян лет сорока пяти. Смиренный и незлобивый, он исполняет всякую работу и всем готов был услужить, чем мог. По зимам топил печь в архиерейских палатах и всегда приноравливал это дело к вечеру. — Иначе, — говорил он, — нельзя, истопи печку утром-то, к ночи она и выстанет, и спать будет холодно. А днем, если и прохладно, так человеку на ходу, либо за делом и не заметит. — Ну, вот что Пахом, — заговорил владыка. — Хорошо, в тепле-то, мы с тобой тут наслаждаемся, а многим поди, ой, как холодно. Взглянет Пахомий на владыку и начнет какой-нибудь рассказ о том, как худо в холоду людям, и все больше про крестьян, рассказывает, да про бедные монастыри, где в телях и тепло-то не держится. И любил владыка слушать такие разговоры. Этот-то самый Пахомий и явился теперь на зов владыки. В черном, лоснящемся от времени подряснике, подпоясанной кожаным монашеским ремнем, с гладко причёсанными длинными волосами, он как бы олицетворял собой монашеское смирение. Сотворив поклон, дотронувшись двумя пальцами до пола, Пахомий подставил руки для принятия благословения. — Ну, Пахомий, собирайся в дорогу, — благословляя его, — сказал владыка. — Сегодня едем в девять часов вечера на пароходе. Купи нужную провизию для дороги. — Что купить знаешь. В восемь часов будь готов. Владыка и раньше совершал с Пахомием небольшие поездки дня на два, на три, куда-нибудь в монастырь на Богомолье. И послушник знал, что нужно взять на дорогу. Вечером владыка без всякой пышности, старенькой чёрной ряски, как будто простой монах какой-нибудь в захолустной пустыне, прибыл с Пахомием на пароход и занял отдельную каюту, из которой и не показывался. Утром часов шесть, когда каютные пассажиры спали ещё крепким сном, сермяжные палубные путешественники видели, как два монаха сошли на пристани в селе Скороходове. Вещей у них никаких не было, только тот, который попроще, нёс в руке небольшой кожаный мешок. И никто не знал, что это за монахи. Да и мало ли их ездит. От пристани пятнадцать верст, в Арнавино пустынь. Знать тамошнее. А может и так, как и знам монахи, куда им и ехать, как и не в монастырь, рассуждали на палубые пассажиры, ёжась от утренней прохлады. Монахи между тем поднялись в гору, пришли на постоялый двор и наняли пару лошадей до Варнавиной пустыни. Экая благодать ещё стоит, говорил владыка, оглядываясь по сторонам. Вторая половина сентября, а тепло, зелени-то ещё и не тронули заморозки. Да, владыка задумался, смотря на расстилавшиеся перед ним унавоженные и запаханные поля, на которых уже весело зеленела кое-где новая озень. Хорошо ведь, пахоми, на полях и в лесах, повернулся он к келенику. Везде хорошо, как у тебя хорошо. А худо у тебя и везде худо, загадочно ответил пахоми. Ежи на сердце тяжесть какая есть, не удовольствие какой, обида что ли, и на грех какой, так и везде худо. Хоть бы в золоте ты жил. А как ничего такого на сердце нет, так и хорошо, и весело, хоть бы ты и в самой грязной работе был. В разговорах владыка не заметил, как показались главы Варнавиной пустыни. А скоро и весь монастырь. Подъехали к монастырской гостинице. Гостинице служил большой двухэтажный деревянный дом, вне монастырских стен, обнесённый бревенчатым тыном. Во дворе колодец с колесом, сарай для дров и навес для лошадей, приезжающих богомольцев. Больше ничего. Приезжих встретил на крысе брат-гостинник, небольшого роста, расторопный монашек, чёрный, как смоль и постоянно улыбающийся. На нём лежало послушание, как можно радушнее принимать посетителей обители, и он исполнял его добросовестно. Быстро сняв сдвинутый на затылок чёрный плисовый скуфью, и предполагая во владыке, по крайней мере, иеромонаха, он благословился у него, и снова надев скуфью, провёл гостей в самую лучшую комнату гостиницы, а затем радушно предложил. — Не прикажете ли поставить самоварчик? — Самоварчика нам не надо, — сказал владык, — а вот кучера нашего чем-нибудь угостите. — Чьи вы будете? Откуда? — улучив минуту шёпотом спросил Пахомия, синий гостинник. Может, не лучше ли вам у настоятеля остановиться? — А, нет, мы нижегородские, спеши, — мне хоть отвечал Пахомий, — и то просрочились. Вот отстоим обеднюю, да и вход. С первым ударом колокола приезжие монахи были уже в монастыре. Здесь их никто не знал. А владыка обмотал ещё кругом шеи креповое воскрылье клобука, так что его трудно было узнать даже и тому, кто его видел. Придя в церковь, приезжие монахи скромно встали в тёмном углу храма. В храме ещё почти никого не было. Впереди храм светлый, а в задней его части только два небольшие узкие оконца. И то вверху, так что вся задняя часть храма скрывается в полутьме. Скоро стали появляться богомолки с большими котомками за плечами. Охо и вздыхая, они широко осеняли себя крестным знаменем и медленно спустив с плеч котому, быстро начинали отбивать земные поклоны, точно желая наверстать скорее потерянное. Иные из них, сев свою котому на свою, тут же поправляли распутавшиеся на ногах лапти. Другие снимали с голов платки и, взяв их в зубы, обматывали не спеша вокруг головы растрепавшиеся косы волос. Всё это начинало коробить владыку, и уже в душе у него явилась недовольство собою. Зачем он окружает себя такой тайной? И владыка недовольный двинулся вперед. Налево, на противоположной стене, освещенной пробивающимся сквозь узкое окон со лучом света, он увидел прекрасное, живописное изображение жизни святого Николая Угодника, чудотворца. Свидетель ночью, неведомо ни для кого, просовывает кошель с деньгами в окно бедняка, не имеющего чем выдать замужество трёх своих дочерей. Картина произвела на владыку сильные впечатления, и на глазах у него даже показались слёзы. «Вот он, чудный архиерей, что делает?» — подумал владыка. «По ночам ходит, чтобы скрыть от всех свои милостыни». А я для чего здесь? Тоже скрываюсь с целью какого-то добра. Но, однако, что же я намерен совершить? Право, до сих пор ещё и сам не знаю. Началась обедня. Для владыки полное разочарование. Служили два ветхие старца — иродиакон, иеромонах. Первый всё время старался держать выходку, показывая этим, что он составлял когда-то старину, красу торжественных богослужений. Второй ходил мелкими, но вместе с тем быстрыми шажками, по всей вероятности, до того, чтобы показать, что он далеко ещё не так стар, как, быть может, кажется, со стороны. Голос иродиакона, когда-то бывший басом, теперь глухо дребезжал и оканчивался какими-то завываниями. Иеромонах служил пескливым голосом, и возгласы он выговаривал скороговоркой. Во время обедни владыка пожалел не один раз, что необдуманно прибыл в монастырь. Приехать посмотреть и послушать отца Андрея Забулонова, а не сообразил, что его можно совсем и не увидеть. Даже с каким-то недовольством обернулся он и строго посмотрел на стоявшего неподалёку Пахомия. Словно в этом Пахомии-то и был виноват. На клиросе запели запричастный стих, и в то же время поставили аналой для проповедника. Вот и он. Это был отец Андрея, владыка сразу узнал его. В голубой ризе Петрахили, спокойными, уверенными шагами подошёл он к образу Богоматери, сделал три поясных поклона и встал к аналою. Все богомольцы и монашествующие вплотную приблизились к проповеднику. А он, пока шло движение между богомольцами, устремил свой глубокий взор вверх, точно в самом небе созерцал то, о чём будет говорить. Обратившись к богомольцам, он окинул их тихим, спокойным взглядом. Так хлебопашист, пришедший сеять, осматривает поле и соображает, откуда начинать сеяние. Под этим взглядом всякому чувствовалось, что душа его как бы ширится и близится к проповеднику, и точно порывается сказать, вот я почва жаждущая, бросай в неё слова Божие, и всё возрастёт старицею, начинай, добрый сеятель. И он начал. Владыка видел его тихий, ласкающий взгляд. Он говорил, «В мире всё держится любовью, которая разлита везде. Где вражда или неприязнь, там всё разрушается, и из прекрасного, с отблесками божественной красоты становится безобразным и ужасным, так и в душе человеческой. Если в ней любовь, тут сам Господь пребывает, тут свет, тут радость, тут блаженство. Эта душа всюду и на всё разливает лучи образа Божия. А ты, — продолжал проповедник, стараясь проникнуть в душу слушателей, — с любовью ли ты пришёл сюда? Он случайно остановил свой взор на владыке. Мир ли в душе твоей? Светло ли в твоей совести? Если в душе человеческой есть любовь к Богу и ко всему Божию созданию, то человек ясно понимает и в жизни с радостью осуществляет, как самое естественное и усладительное, всё, что истинно, честно, праведно, причисто, прелюбезно, достохвально, всё, что есть добродетели и что заслуживает похвалу. Глубоко растрогал всех слушателей проповедник, заставив их подумать, есть ли в их душе пересчисляемые добродетели и крепко ли там царит любовь Христова. Да, играет на струнах сердца, думал владыка, возвращаясь из церкви в гостиницу. Иные струны у меня в сердце совсем замолкли, а он коснулся их. И заиграли. Хороший у вас проповедник, даром что молодой, заговорил владыка с гостинником. Верно, он не из крестьян, знать и монашествует ещё недавно. — Это не монах, — ответил гостиник, — а священник из одного тут села. За провинку какую-то послан сюда на послушание. — А какая провинка? — взмахнул руками, продолжал он. — Видишь, говорит, как, всю душу твою высмотрит, да и укажет, чего там не достаёт. — Научит, как тебе быть и что делать. И таково-то легко и радостно станет, что думаешь, и на свете счастливее тебя нет. И немного помолчав, гостиник прибавил. — Вся провинка его в том, что вот он такой. Не залюбил его за это другой священник-то. Два их там в приходе-то. Ну, тот старшой, а этого залюбили прихожане, тому и обидно стало. Как уж там и что возвели на молодого-то, не знаю. Наговорили архиерею. А архиерею что? Приходится верить благочинному. Не пойдёт же сам разузнавать да расследовать-то. Ну и присудил вот к нам на месяц. — Хороший батюшка прибавил гостинник. Скоро три недели у нас живёт. И каждый-то Божий день всё говорит проповеди. А крестный народ узнал друг по другу. Так теперь и в простые дни в монастыре молиться ходят. А как служит-то? Вот бы вам послушать-то. Всё забудешь. Уж греха нечего таить. Иной раз устал и норовишь, бывало, и в церковь-то припоздать. Да и оттуда пораньше до конца службы урваться. А как скажешь, что сегодня отец Андрей служит. Так верили те или... До конца службы уж все монахи по местам стоят. И из церкви до конца ни один не уйдёт. Кто правильно наказан, того уж видно, сказал, собираясь уходить в гостиник. Такой либо скрывается, чтобы не стали расспрашивать, за что присуждён к наказанию. Либо сам хвастает тем делом, за какое наказан. Да ещё и выдумает в себе больше, чем есть на самом деле. Настоятель-то у вас каков, спросил ладыко, не строг. Настоятель святой человек. Все о нём только и радуемся. Да и все братья у нас хорошие. Все простецы, больше из крестьян. Хорошо у нас в монастыре. Только бы вот ещё нам такого монаха из учёных. По учению бы говорил, да всё бы нам и объяснял, и рассказал. А то ведь мы ничего не знаем. А другой раз так вот. Что-нибудь незнакомое-то и вертится в голове. И не знаешь, хорошее это или худое. Спросить уж не у кого. Никто ничего не знает. А что же вы читаете, задал гостиннику вопрос, владыка. Жития святых больше, про всякие там искушения и подвиги преподобных. И Фрема Сирина тоже иные читают. Правда, что и говорить, поразительно для всякого. Да нам-то бы нужно свежести прибавить, расшевелить нас надо. Всё уже, душе-то как будто застыло, точно какое паутиною затянуло. А часто всё там и перемешалось, ничего уж и не разберёшь. Бога ли словословишь или просишь о чём, тебе как будто уже и всё равно. Привык словословить, привык просить. Ну и читаешь молитвы, и бьёшь поклонно. И ничего уж особенного не чувствуешь. Всё равно, что привык обедать в 12 часов. Спокойно пообедал, спокойно пропел положенную молитву. И спокойно пошёл в свою келью. Чего же ещё больше? И ждёшь спокойно до вечерни. Теперь вся жизнь не идёт так. Жизнь скучная. И знаешь, что в тебе много хорошего, да не знаешь, где оно. Чувствуешь, что надо бы что-то делать, кроме того, к чему привык. Да не знаешь, к чему же приложить усердие. Ну и кормишь голубей да воробьёв. Да и к этому тоже привык. А потому и это дело надоедливым становится. Гостиник, видимо, затронул себе больную струну и разговаривался. Он даже сел на кончик дивана, стоявшего у двери. Ушли мы от жизни. Заперлись в монастыре, продолжал он. И думаем, что здесь спасаемся, делаемся святыми. А кто нас научит здесь спасаться-то? Да и нужды особенные в этом мы не находим. Потому и в монастыре всякие правила монашеской жизни и разные послушания исполняем. Чего же больше? Спасение за такую праведную жизнь, думаем, и само придёт. А быть святым храни Бог. Никому и в голову не приходит. Это по-нашему даже грех добиваться святости. Святыми людей сам Бог делает, кого найдёт достойным. Вот и живём, как во сне. Некому разбудить в нашей душе ту силу, которая оживила бы нас, которая заставила бы нас радоваться всякому нашему делу, чтобы всякое словословие Богу и всякая молитва наши не были привычными и не совершались бы равнодушно, а чтобы они составляли самую жизнь нашу, чтобы мы чувствовали, что без них не можем обойтись, что, между прочим, в них-то и счастье наше. Научите меня быть всегда радостным, а не равнодушным и привычным ко всему. И я сразу почувствую, что моё спасение в этом и состоит, потому что буду тогда радоваться о Господе. Пока же я равнодушен ко всему. Я думаю, что спасения во мне нет. А святости и подавно. Гостиник безнадёжно махнул рукой и тяжело вздохнув, покачал почему-то головою. Он вынул из кармана красный фуляровый платок, высморкался и затем опять продолжал. А вот теперь пожил у нас отец Андрей. Расшевелил всех. Что дождём смыло всякую плесень с души. Всё так просветлело. Даже у самых старых монахов глаза так и загораются, так и блестит радость во всяком взгляде. Пробудились спящие, а жили застывшие. Я сам чувствую, что в душе у меня всё как будто растёт. Корешки всяких добродетелей дают раскина, всякое хорошее дело. Так вот и подбивает. Да чего? Вот хоть какие лейные правила. Никто к нему не принуждается. Бывало чинно встанешь, вычитаешь свои молитвы, отсчитаешь положенное число поклонов. Ты думаешь, ну слава Богу, всё. Зевнёшь, да и собираешься на боковую. Искушений никаких, благодать да и только. А вот так, как отец Андрей-то научил, что значит молитва-то? Так всякая чинность куда и делась. Молитвы-то уж не читаешь, а прямо словно проглотить хочешь, чтобы слова-то прожигали тебя насквозь. Да и не одни положенные молитвы. А и так ещё молишься сколько времени-то. И неохота даже отстать. А поклону же говорить нечего, не считаешь. Где уж тут? Точно вот с тобой стоит сам Бог или святые, коим ты молишься-то. Нет, великое дело учения. Учить нас надо. Жаль, скоро уедет. Отец Андрей закончил гостиник, вспомнив, что засиделся и что его ждут дела по гостинице. Уходя, он ещё в дверях как-то неопределённо протянул. Эх, ма! Слепые мы и спящие. Лука Куприянович Козлов, псаломщик села Богоявленского, только что возвратился с реки и поставил на лавку кузовок с рыбой. Завтра воскресенье, и утром некогда, поэтому ловушки осматривать и вынимать рыбу. Ну, Власевна, и на лимы же сегодня попали, заявил Лука Куприянович жене. Прямо чуднеющие. Власевна, плотная женщина лет сорока пяти, принесла из сеней кадочку и вытряхнула в неё рыбу. Большие налимы захлопали хвостами, запрыгала щука. Власевна принялась чистить рыбу. Вот этого самого голова салата, матушке вере снесу, сказала она, тыча пальцем в налима. Нам тут останется на уху на сегодня и на завтра, да и на пирог. Сейчас избегаю, а то она, пожалуй, покупать пошлёт. А важные налимы... Дело ты говоришь, согласился Лука Куприянович и прибавил. Теперь уж последняя неделька пойдёт дожидать отца Андрея. Чай на будущее воскресенье приедет, бог даст. Иди скорее, торопил он жену. Да не задерживайся там, видишь, солнышко-то скоро зайдёт. Пора и ужин варить, да и на покой. Пока Власевна ходила к матушке вере с завёрнутым в тряпку налимом, который дрыгал в ней в руках, как неугомонный ребёнок, Лука Куприянович наколол дров, развёл под плитой огонь для ухи и взял из хлебницы корку хлеба. Он круто посолил её и сел на лавку у окна. Ишь ведь как есть захотелось, говорил он сам с собой, прожёвывая корку. А посвежеет к ночи-то, он закат-то какой зелёно-жёлтый-то, это всегда к холодам. Вот налима-то полезет. Любят они в холоду-то из-под берегов да из-под калужин вылезать. Э-э-э, протянул вдруг он устремив взор на дорогу, что лента вьётся на пригорок церкви. Кого-то Бог несёт в наши Палестины. Пара лошадок, в Тарантасе двое, прямо к церкви, знать к отцу Ферапонту. Лука Куприянович впил со глазами в подымавший облако пыли Тарантас. Лошади повернули прямо к Дичковскому дому. Лука Куприянович даже раскрыл рот из узумления. К нам едут. Кто же это? Он бросился в другую комнату, слывшую под названием горницы, и быстро, надевав висевший на гвоздике подрясник, вышел встречать приезжих. «Здесь ли живёт Лука Куприянович?» спросил появившийся хозяин один из подъехавших к дому монахов. Лука Куприянович изумился. Как могло случиться, что его знают? «Это неспроста», — подумал он. «А это я», — наконец выговорил он. И, заметив, что он босой, окончательно смутился. «Пустите нас переночевать», — сказал монах, что был поважнее. «Мы были в монастыре и расспросили, где бы сегодня удобнее ночевать. Нам вас и расхвалили. Говорят, у Луки Куприяновича спокойно, и сам он человек хороший». «Спасибо, на добром слове», — поклонился хозяин и прибавил. «Покорно прошу, для монахов места хватит». Лука Куприянович ввёл приезжую в горницу и уже посмелев сказал. «Если иеромонах, так благослови, отче». Возвратилась Власевна и проворно занялась приготовлением ужина. «Счастливый гостью», — похвастал хозяин, указывая на катку с рыбой. «Только что принёс с реки. Ловушки у меня там, морды, значит. Ловка теперь на лим идёт. Вот ужин для гостей божий, их важный будет». «А вы откуда будете?» — добавил он. «Из какого монастыря?» «Мы дальние, Нижегородской губернии». И не ожидая дальнейшего вопроса, старший монах стал любоваться оставшейся в катке рыбой. Власевна взяла на уху одного только на лима, а остальные ещё трепыхались в катке. «Большой, большой!» — тронув на лима пальцем, — говорил монах. «Что это?» — отозвался Лука Куприянович. «Власевна, жена-то моя, только до вас, матушке вере!» — на лима отнесла. «Вот на лим-то был! Пузатый! Во!» И Лука Куприянович руками и губами изобразил пузатость на лима. «Значит, в подарок самого лучшего!» «Это похвально, ежели с добрым извалением», — как бы рассуждая сам с собой произнёс монах. «А если ласкательство?» «Может, заискиваете? Хотите подслужиться к батюшке?» — обратился он к хозяина. «Мы не подслуживаемся!» — добродушно улыбнулся тот. «Я век ни у кого не заискивал, никому не кланялся и ни перед кем не хитрил. Может, потому это, что Господь нас благословил, живём в достатке, трудами рук своих, и на старость малый Толик ускопили. «Из любви мы, батюшка, из любви!» — вмешалась в разговор Власевна. «Матушка Вера и отец Андрей — золотые люди!» «И для всех, как родные! Ну и любят их все! Уж так любят!» «Матушка-то Вера теперь одна!» — перехватил речь жены Лука Куприяныч. «Отец Андрей-то под началом в Варнайной пустыне. Слава Богу, к следующему воскресенью может вернётся. Сегодня четвёртая неделя пошла, как он там. На месяц послан-то!» «Так завтра у вас и службы не будет!» — притворно удивился монах. «А мы-то думали, хоть в храм сходим, отстоим утреннюю и обеднюю!» «Будет служба завтра, седьмица отца Ферапонта! У нас ведь два священника!» «В тот воскресенье не было службы, потому седьмица отца Андрея!» «Старший-то священник, отец Ферапонт, пропускал службу, когда не его седьмица!» «С чего, — говорит я, — за него, за отца-то Андрея буду служить!» «Любят его прихожане!» «Говорят, — ну и пусть подождут!» «Да и правда, хороший у нас отец Андрей!» «Жаль, подначало его ни за что послали!» «Как так?» — удивился опять монах. «Молодой он, ну и взялся сразу за дело, как только прибыл к нам!» «Второй год он у нас, проповеди каждый раз говорить стал за обедние-то!» «И как говорит, заслушаешься!» «Закону Божию в школе тоже сам стал учить ребят!» «Раньше-то отец дьякон учил!» «По воскресеньем стал народ собираться и читать благочестивые книги!» «Матушка Вера тоже помогает ему читать в школе!» «Вот и завтра читать будет!» «Больших девиц обучает кройке и шитью!» «Теперь маленьких девчушек набрала десятка-полтора!» «Грамоте учить стала!» «Вот народ сразу и полюбил их!» «А отец отцу-то Ферапонту это и не того, знаете ли!» «Беспокойно показалось!» «Раньше-то ничего этого не было!» «Видит, и самому надо бы что-нибудь делать!» «В этом вся и причина, что отец Андрей в монастырь попал, закончил Лука Куприянович!» «Отец Ферапонта — приятель благочинному!» «Пожаловались на что-то, владыки!» «Дивны дела Божии!» Глубоко вздохнув, промолвил монах. «Хороший человек!» И сразу попал на тернистый путь. Крестный путь апостольский! Не согнулся бы под тяжестью!» На другой день монахи отстояли в церкви службу, за которой народу почти не было. Побыли в школе во время чтения. Причем старший монах поблагодарил матушку Веру, просил продолжать чтение и благословил ее. А затем, поблагодарив Луку Куприяновича за радушное гостеприимство, уехали. «Знаешь, Власина, для чего-то понизив голос обратился Лука Куприянович к жене после отеца монахов?» «Сдается мне, что это не простые монахи. Говорят, нижегородские. А зачем тут нижегородским быть-то? Сама посуди». «Да и лицо старшего-то как будто немного знакомо, задумчиво», продолжал он. «Где-то я его видал. Вот только припомнить не могу». «Ну, ты уж всегда так догадливо махнула рукой Власина. Все тебе, щеный-то мерещица. Где тебе видать-то было этих монахов-то? Сидишь тут двадцать лет. Ни мы нигде не бывали. Ни у нас в Богоявленском никаких монахов не видывали. А он лицовишь, знакомо. Теперь чего доброго пойдешь еще хвастать. Знакомый дедавнишний монах из нижегородской губернии был». «Говорят, тебе что-то знакомое», — настаивал Лука Куприяныш. «И в глаза монах смотрел как-то подозрительно. Ровно бы он про себя что-то знает. Я тебе говорю, что-то у него на уме было». «И не из простых он. Это сразу видно. Простые-то монахи, поди-ка, один перед другим болтают. А тут смотри, много ли наговорили? Один попроще-то и пяти слов не сказал. Ни вчера, ни сегодня. А старший тоже немного разговорился, все больше слушал. Даже не сказал, каково у них в монастыре жить. Или что есть там особенного. Святыня какая или что ли? «Сторож идет чего-то. Знать требуй куда», — мотнула головой Васина взынув в окна. «Что, Вавила, скажешь?» — отворив окно спросил Лука Куприяныш. «Батюшка зовет, на Кристины ехать», — отозвался сторож, сняв шапку. «К Нилычу ходил. До дома нету. Говорят, на тетеревей пошел. Теперь время хорошее для них». Нилыч, другой псаломших, был страстный охотник на дичь. И чуть выпадала свободная минута, уходил в лес. Поэтому Луке Куприянычу нередко приходилось вместо него и требу править. Пришел Лука Куприяныч к отцу Ферапонту. Зашел в зал, чтобы взять со столика под иконы узелок с ризницей. Заглянул случайно на стену и остолбенел. На стене в рамке висел портрет того самого монаха, который ночевал у него сегодня со своим послушником. Он знал, что портрет этот висит тут не со вчерашнего дня, и что это портрет ихнего владыки, преосвященного Иеремии. Весь даже затрясся от неожиданности Лука Куприяныч. Ведь как две капли похож. Похож друг на друга владыка и монах. Уж не владыка ли это был, пронеслось и в его голове. В церковь-то ходил, да и стоял там в углу почти с закрытым лицом. Весь обмотался мягкой-то намоткой на клобуке. Батюшке вслух простонал Лука Куприяныч. А я-то чего-чего не наговорил. Фу, спаси Господи и помилуй. Ни слова не проронил Лука Куприянычу дорогу, пока ехали до деревни. О чем не заговорит отец Ферапонт, он все молчит. Да здоров ли ты, Куприяныч, спросил наконец батюшка. И вид-то у тебя болезненный. Напрасно поехал, я б дьякона взял с собой. Стребы вернулись благополучно. — Власевна, что-то будет нам, — каким-то замогильным голосом произнес Лука Куприяныч, как только возвратился домой. — Ведь у нас-то ночевал. Кажется, наш владыка. Монах-то с послушником. Должен нарочно назвался монахом, чтобы высмотреть тут у нас что надо. — Боюсь я, не было бы чего, опускаясь в бессилие на навку упавшим голосом, — сказал он. — Ах-ха-ха, родимые мои, уж и здорово же ты на крестинах-то угостился, — покатаясь со смехом выговорила Власевна. — Ой, батюшки, да подумал ли ты, умная голова, с какой же это стати вздумалась архиерея ехать к нам за двести верст? Не видал он, что ли, таких дичков, как ты, у себя под боком? О-х-ха-ха! Полновластевна не до смеху тут. — Ой-ой-ой, да чего да угощался, святители! — Полно смеяться, ничего и не наугощался, — сердито перебил Лука Куприяныш. — Не до того мне. А ты вот сходи-ка сейчас к отцу Ферапонту, будто зачем-нибудь. Посмотри, на стене справа висит портрет владыки. — Вы ли ты вчерашний монах? Только виду не покажи никому и не проговорись. Отец Ферапонт все равно не видал владыку в лицо. — Да что ты, Куприяныш, и в самом деле, как сам не свой, беспокоилась Власевна. Не занедужилась ли тебе отчего? Не стопит ли баню? Да зверобоя заварю потом-то все и выйдет. — Здоров я, а на душе вот все помутилось, — мрачно бросил Лука Куприяныш. — Ежели это владыка, так как мы его приняли? Ведь святитель! А мы его, что Егора Кузнеца, ухой почестовали. Да наболтали-то ему с трекором во всякой сяче, с шутками да прибаутками. — Сходи, посмотри на портрет-то, — просительно закончил он. — Ладно уж, схожу для спокойствия. Знаешь, что показалось тебе, — говорила Власевна, накидывая на плечи большой шерстяной платок. — Да и что ты беспокоишься, — уходя прибавила она, — худому ничего не сделали и не говорили. Так все житейское. Он и не взыщет, если ему надо, чтобы его не узнали. — Истинно он, — пониженным голосом докладывала Власина, возвратившись от отца Ферапонта. — Вылитый! Это он! — Только что же ему вздумалось, батюшки, к нам-то? Смотреть здесь нечего. Да и приехать-то ему к отцу Ферапонту бы. Там бы и приняли получше. — Ну да, будет, — воля Божьей, — успокоительно заметил Лука Куприянович. — Худому мы как будто бы и в самом деле ничего не сказали. Радостно и воодушевленно служит в своем приходе отец Андрей Первой литургии по возвращению из монастыря. Как отец он объемлет пламенной любовью всех чад своих духовных и готов, кажется, отдать за них и свою жизнь. И прихожане знают, что он уже понес за них тяготу монастырского послушания. И в чувстве благодарности за это они просили его отслужить после литургии и молебен по случаю благополучного возвращения батюшки. К концу обедни пришел в церковь и отец Ферапонт, чтобы принять участие в служении благодарственного молебна. Перед молебном он обратился к прихожанам. — Православные! Слава Богу! Отец Андрей благополучно отбыл наказание в монастыре. Помолимся Богу, чтобы служение его на будущее время было благополучно и назидательно, и чтобы вся деятельность его заслуживала впереди только лишь по хвалу со стороны начальства. А после молебна отец Ферапонт, пожимая руку отцу Андрею, говорил наставительно. — Желаю вам доброго жития! Я! Вот сколько лет служу здесь! Уже ни один священник сменился из младших-то! А мне даже и недобрение никакого начальства никогда не выразило. Надо все с согласия делать! Я вас ведь предупреждал с самого начала, как вы только прибыли на место! Молча выслушал отец Андрей слова настоятеля и смиренно ушел домой. — Очевидно, — думал он, — меня не оставят в покое. Ну что же делать? Посоветоваться тут не с кем. — Надо бы к владыке съездить, объясниться. — Как ты думаешь, Верочке? — спросил отец Андрей, возвратясь из церкви домой. — Ведь у владыки останется обо мне дурное мнение. Не следовало бы оставлять его в заблуждении. — Перетерпи, мы еще молоды, — раздумчиво ответила матушка. — Главное же, когда будешь объясняться с владыкой, неизбежно про кого-нибудь скажешь что-нибудь неблагоприятное. А Бог с ними. Не нам их судить. — Если Богу угодно, так Он найдет способ открыть владыке нашу невинность, — убежденно закончила матушка. — Отец Андрей поцеловал жену и сказал, — Умница ты у меня. Пусть будет по-твоему. Спустя несколько дней, когда улеглось радостное состояние духа по поводу возвращения отца Андрея из монастыря, матушка вдруг как-то притихла, стала какой-то неуверенной и опасливой. Нередко с каким-то недоумением украдкой посматривала она на отца Андрея, точно собиралась ему сказать что-то. Жизнь началась какая-то фальшивая, и отец Андрей это чувствовал и недоумевал. Он старался развлекать Верочку, но это ему плохо удавалось, и то ненадолго. Наконец он не вытерпел и спросил, — Что это ты, Верочка, стала какая-то особенная? У тебя что-то есть на душе? — Есть, и то, — созналась матушка. И невольные слезы обильно потекли у нее из глаз. — Я тебя отговорила ехать к владыке, а теперь вот и раскаиваюсь, — продолжала немного погодя и вытерев слезы. — Сны все нехорошие снятся. — Причусти чего-то дурного измучило меня. Думаю, не было бы чего еще тебе. — Да полно тебе, — чистосердечно рассмеялся отец Андрей. — Сама знаешь, что мы не сделали ничего худого. Но почему-то доносу отсидел я в монастыре. Ведь не назначат же еще такое наказание. — Может, в другой приход переведут. Худший, — заметила матушка. — Что же? — Это нам не страшно. — Собрались, да и поехали. Вот и все. И жить, и в другом месте так же будем. Работа для нас везде одна. — Нет, не кручинься и меня напрасно не смущай. Видишь, какая ты стала. А была смелая и верила в себя. Весело закончил отец Андрей, ободряя матушку. — А все-таки я советую тебе съездить к владыке, — сказала она. — Объясни ему, что ты ни в чем не виноват и решительно не знаешь, за что нес такое тяжелое наказание. — Да ладно, пожалуй, съездим вместе, — согласился отец Андрей. — А вот вдвоем-то смелее будет. — Вот через два дня опять моя очередная седьмица начинается. Кончу ее и поедем, а до тех пор пока успокоимся. Матушка успокоилась, но спокойствие это было наружное. Нервы расстроились настолько, что от малейшего стука она вздрагивала и бессознательно ожидала какой-то беды. В субботу, когда отец Андрей с матушкой сидели за обедом, пришел сторож из почтового отделения и принес толстый пакет, адресованный на имя отца Андрея. На пакете была печать канцелярии архиерейского двора, архиерейского дома. Чувство безнадежности объяло матушку. Ей представилось, что в этом пакете пришла, наконец, неизбежная беда, и она, бросив испуганный взгляд на мужа слабым голосом, едва выговорила. Знать предчувствия-то не обманула. Отец Андрей бледный, дрожащими руками, вскрыл пакет и вынул бумагу. Это оказался указ духовной консистории. Если бы дом, в котором жил отец Андрей, разрушился неожиданно, до основания, то он менее удивился бы, чем тому, что было написано в консисторской бумаге. Отец Андрей решительно не мог поверить своим глазам и энергично протирал их, передав бумагу матушке. Она, прочитав ее, впала в истерические рыдания. В консисторской бумаге значилось, что священник Андрей Завулонов за неопустительное проповедание Слова Божия и беспримерную плодотворную деятельность по приходу награждается бархатную фиолетовую скуфьею. В пакете был еще довольно толстый сверток, которым оказалась новая скуфья и собственноручное письмо владыке следующего содержания. Возлюбленный отец Андрей, уверившись лично в вашей выдающейся и плодотворной деятельности, я счел достойным наградить вас скуфьею. А чтобы дать вам возможность безотлагательной при первом же богослужении возложить таковую и на главу, присылаю вам свою скуфью. Благословение Господне призываю на вас и на супругу вашу, епископ Иеремия. В тот же день получил два казенных пакета и благочинные. Оказалось, указы консистории. Одним из них отец Андрей Завулонов назначался настоятелем церкви села Богоевленского, что на Лебяжьей косе, а отец Ферапонт не заводился на вторую священническую вакансию за старостью лет и за нерадения к службам церковным и приходу. В другом указе старший священник села Богоевленского Андрей Завулонов назначался на должность благочинного, каковую и предписывалось ему принять от предшественника безотлагательно и по закону. Когда в безжалостных руках тебя судьба сурово сдавит, когда нужда тебя заставит роптать в неведомых тисках, остановись тревожным взглядом на лики страждущим Христа, и как покажется пустая твоя печаль с Христовой рядом. Когда в борении до конца под ношей тяжкой сломишь силы и малодушного Творца запросишь отдыха могилы, взгляни на крест Господень ты и духом павшим вновь воспрянешь и вмиг роптать ты перестанешь, сравнив Его и Свой кресты. Мы за народ, и мы не за робот. Что вы делаете? Яша, быль зареной. Ну что, отец? Опять пьяный пришел. О, Господи, и зелье же это окаянное, сколько оно горя приносит в мир. Ну а мать-то что? Что? Известно, плачет, ребятишки хлеба просят, ревут. А где его взять? Вон лавочник Пахомыч Богач. Задолжали ему намеренность двадцать копеек. Не отдали, он больше и не дает. У меня-то нет, вот горя. Надо молиться и просить Миколу милостиво, чтобы он остепенил твоего отца. Я молюсь. Ну, видно, плохо молишься. Я вечер глядел на тебя, как ты свечи в алтаре зажигал, а сам хоть бы раз лоб перекрестил. Видно, забылся. Кто-то забылся. Перед Богом. А он все видит и на вид ставит. Все едино, если бы ты увидал на улице батюшку Алю Губернатора. Должен же поклониться. А ты забылся. Перед кем? Но перед кем, спрашиваю тебя я? Перед единым всемогущим Богом. И не поклонился ему. Что из этого выходит? А то, что ты послушал греховного, то есть дьявола. Отошел он от тебя, да в кулак ты и стал хохотать. Вот. А теперь рюмишь. Перестань, не люблю. Что же ты, баба? Так говорил седой, лет семидесяти, без кровинки, в худом лице, в черном стареньком подряснике, заштатный дьякон, отец Никанор, когда-то служивший в церкви Николая Чудотворца. Когда стукнула суть дьякону шестой десяток, оставили его за штатом. Был отец дьякон один-одинешенек на белом свете, и как остался за штатным, пошел ходить по святым местам. Долго, много исходил он, где только он ни был, и, наконец, соскучился и вернулся в свой родной город. Обрадовался ему отец Николай, и, зная, что у него нет пристанища, поместил его в церковной сторожке вместе со сторожем, поил, кормил его. И живет отец дьякон вот уже три года, бродит по церкви, помогает зажигать и тушить свечи перед образами. И привязался старичок к бедному мальчику Яше, которому отец Николай за его хорошее поведение позволил прислуживать в алтаре. Был он лет одиннадцати, кончил городское училище, всегда кроткий, услужливый, богомольный, ростом он был высокого, против своих лет худенький. Черная калинкорая рубашка, нанковые черные штаны были чисты, заплатаны в нескольких местах, собаки были всегда вычищены. За его чистоту и аккуратность отец Николай его хвалил и позволил прислуживать в алтаре. Отец его был богатым купцом, жил в достатке. Но отец стал кутить и в пять лет все промотал, чуть не по миру пустил семью. Жена его, мать Яша, не покладая рук, работала, чтобы прокормить пятерых детей и себя с мужем. Все, что попадалось под руку, он тащил из дому и затем пропивал. С малых лет Яша видел в нужду горе и голод. Он видел слезы бедной матери и раскаяние бедного полубольного отца, который не мог побороть свои павубные страсти к вину. Яша был богомольный и любил ходить в церковь, где подружился с отцом дьяконом, и любил слушать его поучения рассказа путешествий по святым местам. Никакие игры с мальчиками и сверстниками не занимали его, он чуждался их и отговариваясь с домашней работой. Иногда отец Николай, зная бедственное положение семьи Яши, давал ему денег, или когда во время службы Яша подавал стул какому-нибудь прихожанину и получал за это пятак или десять копеек. После обедния он нес все матери, которая ходила, как тень, изнуренная постоянной трудной работой и горькими слезами. — Господи! Да когда же будет конец моим тяжким дням? — с тоской говорила мать, сидя с Яшей. — Хоть бы ты поскорее вырос, помогал бы немного тогда мне, и сболело все мое нутро, глядя на бедных детей. — Не плачь, матушка, — утешала ее Яша. — Может, Бог поможет нам, он милостивый. Часто, под впечатлением дневных событий, слез матери, слышанных рассказов отца Дьякона, Яша внезапно просыпался ночью, вскакивал с постели и принимался молиться перед образом Спасителя. — Яшенька, что с тобой, родной мой? — спрашивала испуганная мать, подходя к Яше. — Дурной сон видел. — Бог не любит меня, — говорил Саша, Яша, заливаясь слезами. — Господь с тобой, Яшенька, за что он тебя будет не любить? Ты еще не успел нагрешить, помолись и ляг с Богом, усни. Завтра чуть свет, мне надо на базар идти, продавать рубашки, да хлеба купить. Ребятишки, не емши спать, легли, все плакали, просили хлебушка. Усни, родной, а завтра за ребятами поглядишь. И Пелагея уходила в свою комнату к малым детям, а Яша ложился на постель. Он засыпал, но скоро снова просыпался. Ему снились страшные сны. Он видел большую огненную реку, такую, какая была нарисована во всю стену в притворе церкви. В этой огненной реке были голые грешники, они кричали, протягивали руки. А дальше большие, прибольшие, раскаленные сковороды, на которые грешники корчились и кричали. Ужас охватывал Яшу. Он просыпался и вскакивал с постели, творя молитву. Так, промучившись, ночь он вставал рано, убирал все кругом, присматривал за сестрами и братьями. И когда возвращалась с базара, мать бежал в школу, оттуда к отцу Дьякону. — Что такой бледный? — спросил его отец Дьякон. — Сон дурной видел, ночь не спал. — Ну, расскажи. Яша, сев рядом с отцом Дьяконом, начал рассказывать про свой сон. — Все это греховное наваждение. Молись Богу, веруй в Него. Он твою молитву услышит, и в доме настанет благодать. Отец перестанет пить. — Я молюсь, отец Дьякон. Да Бог не любит меня. Вот вырасту большой, пойду по святым местам, поклонюсь святым угодникам и в монастырь пойду. Там молиться буду за отца и мать. Може, умолю за них, и меня Бог возлюбит, как того грешника, про которого ты вечер рассказывал. И в миру можно молиться, и Бог полюбит. В монастыре соблазну больше. Знаю я монастыри, живал там. И в монастырях везде много греха. — И все будто такие, — робко спросил Яша. — Только на Афоне все настоящие молельщики и день и ночь молятся, отдых у себя не знают, и Господь подкрепляет их. — А далеко он этот Афон? — встрепенувшись, спросил Яша. — Далеко, за морем, не всякий дойдет туда. — А ты был? — спросил Яша и взглянул на отца Дьякона. — Я-то? — еще бы, — встряхивая своей седой головой, — сказал отец Дьякон. — Уже жизнь там только. Вот скажу тебе, что это за Афон. Есть такая святая гора, то есть на Игейском море, и есть полуостров. Там-то и есть святая гора. Тянется она 80 верст, и живут там монахи, которые поселились с самых первых годов христианства. Так одни умирают, другие вступают на их место. Приволье, разные деревья, всякие фрукты, монастырей да скитов по горе, множество. Живут тысяч десять народу, только женщин нет. Монахи все такие ласковые, приветливые. Трудно добраться до Константинополя. А там, как приедешь в Константинополь, сейчас с парохода возьмут тебя монахи, поместят в своем подворье, поят, кормят. А как приедет пароход, который отправляется на святую гору, монахи тебя посадят на него. Поехал я так-то. И вот, если бы мы приехали при солнце, так можно было бы увидеть всю красоту горы Святой-то. А мы подъехали в одиннадцатой ночи. Что увидишь? Темнота, нигде огонька не видать. Вот как подъехали сейчас, парохода из маленькой пушки пальнули, значит, дали сигнал. Подождали, нет ответа. Выпалили опять. И вот через короткий срок, видим, замелькали факела. И на берег вышли монахи. Отчалили лодки, подплыли монахи к нам. И всех богомольцев забрали с собой и отвезли в монастырь. Сейчас накормили нас и разместили по местам. А много монахов-то? Много. А как утром встал я, глянул кругом, и глаз не отвести. Какая красота! Строение чистое, в несколько этажей. Все кельи, балкончики. Выйдешь, бывало, на балкончик. А перед тобой необъятное море, такое темно-синеватое. А над головою голубое лазуревое небо. Загляденье. И кажешься ты самому себе таким-то маленьким, жалкеньким человечком. И тут-то понимаешь всем сердцем величие Бога и Вселенной, какую Он создал. Ты долго там пробыл, отец Дьякон? Почитай год, да и не ушел бы. Так зачем же ушел? Тоска стала подступать по родине. И уехал. Видно, так было Богу угодно. Я тоже пошел бы туда, сказал робко и нерешительно Яша. Испытаясь сначала себя в миру, а потом думая об Афоне. Еще от земли почитай не отошел. А думаешь о великом. Да уж я большой, скоро двенадцать лет и здоровый. Я только по природе такой худой выгляжу. Да от голодухи. Я скоро и толстый буду. Ты, может, и в Иерусалим пойдешь? А это тоже монастырь? С сильным замиранием сердца спросил Яша. И начал отец Дьякон рассказывать про Иерусалим, про разные церкви, про мощи, про гору Голгофу, и Гефсиманский сад, и все события о Христе. Сидит Яша слушает. Глазенки блестят, как два раскаленных угля. Щеки разгорелися, а сердце так в груди колотится, словно выскочить хочет. На все воля Божья. Захочет Он тебя туда довезти, ты там будешь. А не захочет, то и не бывать тебе. Не мы с собой управляем, а Он, Отец наш Небесный. Все-то Он знает, предвидит и делает так, как для нас лучше, а не как мы хотим. И надо молиться так, не так, как я хочу, а как Ты хочешь, Господи. И если Он все видит, ты говоришь и делает, как для нас лучше. Да разве лучше, что вот Отец-то наш пьет, все из дому тащит, мы голодные, и мать глаз не осушает от слез. Чуть жива, замаялась, где же тут для нас лучше, сказал Яша робко и боязливо взглядывая на отца дьякона. Глуп ты еще и еще молот. Не нам с тобой об этом говорить, начал Отец-дьякон. Слушай, что я тебе говорю. На все воля Божия. И мы должны покоряться Его святой воле и терпеливо все нести, что нам послано. Он, Господь, знает, к чему нас ведет. Сказано, волос с головы не упадет без Его воли. И как тебе, Господь, при твоем рождении назначил какую жизнь? Какой твой будет конец? Так все и будет. Вот я расскажу тебе, что слышал от старенького монаха на Афоне. Теперь он почитает схимик святой жизни. Сидели мы с Ним на зеленом холмике на берегу моря. Сидели, любовались и проставляли Творца Бога, что Он все это создал и о великих Его премудростях. Он и говорит мне, В первый день моего рождения Матерь моей предсказал один Еродивый, что я буду монахом и умру за далекими морями. Ни мать, ни отец, да и никто не верил этому пророчеству Еродио. Посмеялись только, да и забыли. Ростили меня, вырос я. Умерли мои родители и наградили богатством. После родителей продолжал я торговать и наживаться. И сделался я богатеющим купцом. Ни в чем себе отказу не знал. В доме полная чаша. Жену взял раскрасавицы. И возгордился я. И Бог весь как высоко себя поднял и думал, что если я так богат, значит я и очень умен, и все могу понять, и все знаю. В церковь, хотя и ходил, о смирении настоящей молитвы у меня не было. Всю бывало служу, продумывая о морских делах-то, и крестное знамение стал делать в церкви, как это делают господа модные. То есть болтал рукой по груди, словно чищу пуговицы. Милостыню подавал редко, и то народил так, чтобы все видели и говорили, какой он добрый. Гордость меня, страх как обуяло. Иду бывало по городу, мне дорогу дают, кланяются, а я иной раз даже головой не кивну. Еду я на своих рысаках-то, заводские были, в три тысячи заплатил. Развалюсь в коляске, и голову кверху. А уж перед своими-то приказчиками да рабочими что твой царь был, что сказал, свято. Не исполнил? Иди прочь. Пощады никому не давал. Жену наряжал как губернаторшу, что называется, всю в шелке да бархат, и драгоценности у ней в ушах да на руках и груди. Страх сколько было. А одних драгоценных колец из Москвы привез на пять тысяч. Ничего для нее не жалел. На, наряжайся, прославляй мужа. И она с меня пример брала. Тоже загордилась, забыла свой род, что из-под сахита я ее за себя взял. Присугу держала, во как. Не смей перед ней слово сказать. Стой в срунку, руки по швам, что твой солдат. Четверо деток у нас было, два мальчика и две девочки. Наряжали мы их, баловали и мамзель при них держали. Вот так бы и жить, и только Бога благодарить и наслаждаться жизнью. Да враг-то силен. Да, задумал я пример взять с господ. Был у нас в городе такой отставной капитан. Хаживал он ко мне в лавку и так часто встречались. Бывало рассказывать про иностранные государства, как там хорошо да весело. Что ты, говорит, не поедешь свет посмотреть и себя показать. Чай в грязь лицом-то не ударишь, ни шху не хуже господ будешь. И что там насчет иностранных разговоров, так это клевое дело. Возьми книжку со словами и разговорами. Как что понадобится? Разыщи книжку, прочти и скажи. Там, говорит, люди умные, понятливые, с одного намека понимают. Ты, говорит, плюнешь, они и то поймут. От злобы ты плюнул, что не понравилось-то. Или просто в горы пересохло. Вот я послушал, послушал его, да и надумал махнуть за границу. Он мне маршрут написал, куда сначала ехать-то. Задумано, сделано. В торговле старшего приказчика на отчет посадил. Жену с детьми наделил деньгами, сколько следует на прожитых, пока я езжу. С собой взял две тысячонки, даже не оставил про запас. Лучше я прикажу мне выслать их. Простился со всеми и поехал. В то время еще не везде были железные дороги. Решил я сначала проехать в Москву, а уж оттуда в чужие края. Себя показать и людей заморских посмотреть. Накупить гостинца в семье, да товарцу кое-какого. И домой. Нанял я бричку с тройкой лошадей и поехали. Ехали день. Захватили половину и другого. Вот проехали деревню, большие перекаты. Сначала пошла маленькая полянка, луга, значит, там с полдверсты кустарник. А за ними и въехали мы в высокий густой лес. Такой высокий, что небо не видать. Разве кое-где проглянет клочочек. Ехали, ехали. И только бы нам в верст пять или шесть проехать до постоялого двора. Там, может быть, и заночевал бы. А утром дальше поехал-то. Так-то думаю. И вдруг слышу топот лошадей. Глянул я из брички-то. Вижу. Скачут два здоровенных парня. Прямо скачут на нас. И вдруг, как закричат, стой. Так я и вздрогнул. Схватили они под усы лошадей и остановили. Один парень схватил моего извозчика за ворот. Стащил с козел. Повалил на землю. Скачил со своей лошади и связал извозчика. А другой парень ко мне. Как на грех никакого со мной не было оружия. Один большой пирощинный нож. Пока я его доставал, разбойник меня вытащил из брички. Хотел повалить. Да я с ним схватился. Был я сильный, ловкий, но ничего не мог поделать. Подоспел к нему и другой разбойник. Повалили меня. Всего обшарили, обобрали. Оставили в одном только белье. А из брички все повыбрали. Вытащили деньги и часы золотые. Ну, говорят, теперь тебе налегке без одежды. То можно и на веревке покачаться. На дереве? Говорят, а сами посмеиваются. Испугался я, задрожал весь и стал просить не убивать меня. Нет, говорят, будет пожил. Пора на покой. Почуфарился над бедными-то людьми. И довольно. Пора тебе и честь знать. Забыл я тут свою амбицию. Заплакал и стал умолять их. Говорить о жене, о малых детках. Смиловались. Ну, говорят, умирай своей смертью. Потащили они меня в лес. Выбрали толстое дерево. Подняли меня, чтобы я не мог касаться ногами земли. И привязали вожжами к дереву. Ну, говорят, околивай. И нас не поминай лихом. И ушли. Остался я на дереве. Гляжу им след. Вижу сквозь деревья. Выпрягли они пару лошадей, которые получше. А третью оставили. Бросили в бричку связанного извозчика. Ударили по лошади. А сами сели на своих лошадей. Моих взяли в поводе. И поскакали с моим добром. И скоро все затихло. Вижу, дело-то мое плохо. Скоро настанет ночь. Волки да медведи заедят. Попробовал было я освободиться. Дернул руки и ноги. А он нет. Крепко привязали. Тут я почувствовал всю свою беспомощность. И стал молиться да каяться. Проклинать свою гордость. И вспоминать свои грехи. Что за них меня Бог наказывает. А уж в лесу совсем становится ночь. Все замолкло. Не слышно птичьих голосков. А вместо их послышалось, Как захрустели сухие ветки. И среди деревьев блеснули огоньки. То там, то сям. Волки пробежало в моем уме. Я почувствовал, как волос на голове поднялся дыбом. Вот-вот сейчас, думаю, настанет лютая смерть, Растерзает меня на части. От этих мыслей даже сердце в груди захолонуло. Снова рванулся было я. Да не вывернуться. Крепко прикрутили. Значит, так на роду мне написано. Такому богачу, как я, умереть среди темного леса. Без покаяния и погребения и почести. Жутко стало. Вспомнил я тут жену своих деток. И так стало больно в сердце. Заплакал я. А хруст по лесу все слышится ближе и ближе. Огоньки мелькают все ярче и как будто прибавляются. Гляжу во все глаза. И не могу разглядеть самих волков-то. Вижу, бегут, перегоняют друг дружку. Видно, почуяли добычу-то. Вот она, вот расправа за все мои грехи. И стал я снова и еще усерднее каяться перед смертным часом. Все-все припомнил. Кого и когда обидел словом, делом и давал разные обеты, если Господь помилует меня от лютой смерти. И волки уж дерево окружили. Зубы скалят, глядя на меня. Вспомнил я про образок Николая Угодника, каким меня, умирая, благословила мать. И надела на шею. Стал его молить спасти меня. И вдруг неподалеку, словно под самым ухом, раздался поющий голос за такой жалобный, приятный. И пел он, помилуй мя Божия. Я собрал все свои силы. И что было мощь, и закричал, спасите, умираю. Голос замолк. И, о чудо, чудо совершилось. Вдруг волки все шарахнулись в сторону и убежали. Ко мне подходил старичок с непокрытой головой и с палкой в руке. Спаси меня, спаси, отвяжи меня, молил я его. Кто привязал тебя, спросил он. Я рассказал ему все. Едва прикоснулся он к веревкам, как они свалились с меня, и я стал на ноги. А ты кто будешь тут и куда идешь? Спросил я его. Я издалека иду помолиться святым угодникам и приложиться к святым мощам. И я так же поехал путешествовать. Да видишь, какое случилось дело. Оставили без всего. Босой, раздетый, без денег. Не знаю, как и быть. Ничего. Пойдем пока так, сказал он. Шли, шли. Жилища не видать. Кругом тьма. А идем, словно кто нам освещает. Присядем тут, сказал он и сел. Сел я и тотчас же крепко заснул после страха. Долго ли я так спал, не знаю. Только почувствовал я толчок в бок. Я проснулся, совсем расцвело. И старичок стоит около, и лицо у него такое светлое, доброе. Пора, говорит он. Пойдем. Встал я, перекрестился и пошел за ним. Только гляжу, дорога-то как будто и не та, что ведет на Москву. Ведь не раз я там был и приметил. Но иду и служу, и как он поет, псалмы разные. Голос такой приятный, грустный. Стал я подпевать ему. И так-то идем мы, и все поем. А солнышко высоко поднялось. Устали, сели на бережку, попили водиться, отдохнули немного. Пойдем, говорит. Пойдем. Прошли версты, пожалуй, две. Идем все густым лесом. И солнышко не видать. Гляжу, вдруг вышли на большую дорогу, подошли к деревцу. Тут и солнышко вышло из-за тучек и стало припекать. Сел старичок под деревце и меня пригласил. Ноги, говорит, устали. Сели мы, и он запел, помилуй мя, Боже, помилуй мя. А меня вдруг такая взяла дремота. Повалился я на зеленую травку и вмиг заснул. Сквозь сон слышу колокольчик звенит. Я как стрепанный проснулся, гляжу, старичка моего нет. И кричать я, звать, побежал к лесу, кричу, а ответа нет. Подъезжает ко мне мужчина, проезжий на лошадях. Остановили лошадей, спрашивает, что я за человек, откуда и куда иду. Я сказал. Я старичка сейчас видел, он меня сюда послал, говорит. Он еще без шапки. Да, говорю, а не знаете, куда он пошел? Я не успел с ним поговорить, он скрылся из моих глаз. Я кругом глядел и не нашел. Посадил он меня с собой рядом и поехали. Тут я ему все подробно про себя рассказал, и вдруг словно свет просветил меня. Волну я из-за пазухи образок великого угодника, взглянул на него, показалось сидевшему со мной. Знаешь, это он был, сказал мне господин. Он, он, милостивый угодник. Я молился ему и звал на помощь его, сказал я, и усердно стал благодарить его за спасение. Привез меня господин на станцию, одел свое платье, денег дал на дорогу и уехал. А я нанял телегу до ближайшего города, откуда написал жене тот же письмо, просил выслать деньги и прямо адресовать в Киев, в Михайловский монастырь, куда поехал поклониться святым угодникам. Про заграницу я уже и думать боялся. Приехал я в Киев, побывал в ближних и дальних пещерах, приложился к святым мощам, вернулся в свой номер. И вдруг пришел монах и письмо мне подает. Так у меня сердце заныло и руки затряслись. Взял я конверт, а распечатать, словно кто держит, не распечатываю. Наконец разорвал конверт, прочел письмо, да так и обмер. Господи, сильно наказуешь меня, крикнул я и заплакал. Пишут, без меня был пожар, загорелось в лавке, весь товар сгорел и дом. А так как пожар начался ночью, все спали, мальчиков и жену едва спасли, а две девочки сгорели. Старший приказчик, которого я оставил на отчете, украл, видно, деньги-то и сбежал. Писать мне не знали куда. А как вот узнали, сейчас и написали. Жена от горы лежит при смерти больная, денег не прислали. Писал мне это письмо бывший мой кучер, Петр Наумов. Что делать, где взять денег на дорогу? Ломал я себе голову и, наконец, придумал. Пошел я прямо к архиерею. Прихожу, принял меня архиерей ласково, старичок такой прозорливый. Спросил, кто и что я, и зачем к нему пришел. Я стал все ему рассказывать, как на духу. Я говорю, а он глаз не сводит с меня, словно хочет насквозь меня видеть. Кончил я. Пошел он в другую комнату и вынес оттуда двадцать пять рублей. Возьми, говорит, поезжай скорее домой и помни обед свой. Господь послал тебе великие испытания, молись. Тут он благословил меня на дорогу, и я ушел от него. Через два дня я приехал домой. Господи, что за опустошение кругом? Хозяина дома нет, хозяйка при смерти. Все-то огнем сожгло и разграблено. Подошел я к жене, а она как будто только меня и ждала. Пришла в себя, обрадовалась, хотя всего месяц в разлуке были. Мальчики не отходят от меня, ласкаются. Вспомнили мы своих девочек, о своем имуществе поплакали, потужили вместе, и детки тоже плачут с нами. Не плачь, говорю я, все нам Бог дал, он и взял, да будет его святая воля. Будем молиться, трудиться, и сего святой помощи у нас снова все будет. Успокоилась жена, и как будто ей лучше стало. Причастилась на другой день, и все говорила со мной, и ласкала детей. А на другой день в ночь и умерла. Схоронил я ее и стал сильно тосковать и опять себя бичевать, что всему этому несчастью один я виноват. Ничего на ум не идет, ни до чего мне дела нет, руки отнимаются, не могу за работу взять. Купчиха, крестная мать моих детей, взяла к себе моих сынков жить. А я хожу как безумный, одно вертится в голове, не уехал бы я, ничего этого не было бы, жили бы мы все по-старому. А одно утешение осталось у меня, когда я останусь один и молюсь, или уйду на могилку к жене и деткам, чьи косточки нашли на пожаре и похоронили. Так, мучился я месяцев семь, покоя себе не знал. Продал я все, что еще оставалось у меня, отдал своим мальчикам-сиротам и ушел в монастырь замаливать свои грехи. Так, так вот закончил мне, говорит купец. И теперь он монах на Афоне. Так вот, тебе и пример, продолжал отец Дьякон. Как Господь приводит человека разными путями к познанию Бога и настоящей жизни. Может и твой отец, так тот пьет, видит гибель своей семьи и остепенится. Дай-то Бог, сказал Яша, только не думай, чтобы остепенился он. Все от Бога, молись, провожая Яшу, говорил отец Дьякон. Пошел Яша домой, отца дома нет, другой день и не пришел. Сестры и братья спят и с просонков схлипывают. Мать сидит при маленькой лампочке и торопится шить рубашки на продажу. Завтра ранним утром надо снести на базар, продавать. Дети голодные бегли спать. Плакали, просили есть, да нечего было, так и уснули. Рассказал Яша матери про купца, потолковали и разошлись спать. Долго не спал Яша. Какое-то причустие томило его, думал об отце, где-то он. Может, где под забором пьяный спит, а на дворе дождь, как из ведра. А ранним утром пришел городовой, всех разбудил и сказал, что ночью отца подняли на улице всего избитого и раненого, не довезли до участка, дорогой помер. Заплакала горько Пелагея. Какой не наесть пьяница, а был он отец здесь этим. Может, когда-нибудь и пришел бы в разум, и опять настали бы хорошие времена. Прижала она к себе малых детей, и весь все вместе плачет. Теперь, Яшенька, ты один у нас кормилец, вся надежда на тебя. Мой родной, не оставь нас сирот. Пойди к отцу Николаю, все расскажи и попроси куда-нибудь пристроить на жалование, а у меня уж сил не хватает работать. Тебе ведь тринадцать скоро лет. Не беспокойся, матушка, Господь знает, что посылает человеку. Он же и поможет нам прокормиться с детьми, сказал Яша, едва сдерживая слезы. Я пойду попрошу батюшку. Пошел Яша сначала к отцу Дьякону, а потом к отцу Николаю рассказал про свое горе и просил похлопотать, пристроить его. С трудом похоронили отца. Вернулись к кладбищу, и помянуть отца нечем, а одна краюха хлеба. Всю ночь проплакал Яша, стоя на коленях перед образом Николая угодника. Молил его, чтобы он помог кормить сирот. И только к утру упал, не раздеваясь на свою жесткую постель, и забылся тяжелым сном. И веет Яша сон. Стоит Николай угодник перед большой пылающей печкой, и тянет из корыта, как веревку, скрученное тесто, вертит его в руках, делает крендели, и на лопате пихает их в печь. А из печки принимает мать, одетая вся в белое, и кладет в корзинку. Лицо же у ней такое светлое-светлое. Обрадовался Яша, увидев крендели, скрикнул от радости и проснулся. Рассказал Наскарасон матери. Она сначала испугалась. Это говорит перед новым горем, сказала Пелагея. Пойди к отцу Дьякону, пусть он растолкует тебе сон. Братишки и сестренки проснулись, просят есть, а хлеба нет. Уговорит их Пелагея, а сама плачет. Выбежал Яша, не пивши, не еши из дома, и побежал к отцу Дьякону, своему другу. Сидит отец Дьякон в своей сторожке. Перед ним синий и жестяной чайник с кипятком, маленький чайник с чаем и большая краюшка черного свежего хлеба. Сидит отец Дьякон за столом, пьет чай и благодушествует. Завидел он Яшу, вошедшего в сторожку-то, и очень обрадовался. — Здравствуй, малец, иди со мной чай пить. Нынче отец Николай после обедни дал мне на чаек и сахарок, вот я и прохлаждаюсь. Садись, да прежде дай вон с полки кружку-то, я чайку тебе вот налью. Подал Яша с полки белую кружку, налил ему отец Дьякон чаю, отрезал кусок хлеба. — Во имя Господа пей, — сказал он. Яша взял из рук его чай и кусок хлеба, и слезы навернулись на его глаза. Вспомнилось ему, что вот его угощают чаем с хлебом, а там дома мать и ребята сидят вовсе без хлеба, голодные, и плачут. — О чем ты? Есть хочешь? Пей, ешь! Яша грустно молчал. Его руки дрожали, он не дотронулся до куска хлеба и, опустив голову вниз, едва сдерживал свои слезы. — Да ты что, Аля в школе досталась? — Говори, терпеть не могу. Как ты так-то мозгляешь? Яша ежился как-то, опускал и поднимал голову, но молчал. — Говори, а то рассержусь. Сказал, не люблю и не люблю. — Чай не в петлю собираешься. Лучше пей чай. — Можно этот кусок домой снести? Через великую силу скороговорки проговорил Яша. Я духом сбегаю, добавил он взглядовый украдкой на ца дьякона, и обильные слезы быстро покатились из его глаз. Отец дьякон взглянул на него, и у самого на глазах навернулись слезы. — Эх ты, баба! Давно бы сказал так-то. На вот, лучше у меня осталось двадцать копеек-то. — Беги скорее, купи хлеба им, да и сюда обратно. — Сказал веселый отец дьякона, сунул в руку серебряную монету. Довел Яшу до двери и слегка толкнул спину, сказал. — Ну, беги, да духом назад сюда. Вместе чай попьем. Буду ждать. — В один! — весело ответил Яша и убежал. Отец дьякон вернулся на свое место, сел и поставил локти на стол, подперев рукаем подбородок, задумался. — Вот она жизнь-то! А чем они виноваты, что родились на свет и есть хотят? О, Господи! Грехи наши великие! Ему жаль было детей, Яшу, его семью, а помочь он не мог, сам питался поданными крохами. — Спасибо.